Всем привет, с вами Игорь и сегодня видео о таком наболевшем вопросе газовое отопление и нужно ли оно вообще я считаю, что оно вообще не нужно при вот таком вот как мы поняли супер альтернативном отоплении возможности отапливаться как тепловые насосы в разных модификациях в видах всевозможных их очень много бывает вы себе просто подбираете такой тип теплового насоса который вам подходит по деньгам по там участку как его все, ну короче смотрите у меня есть плейлист по тепловому насосу, называется все про тепловой насос, я оставлю на нем ссылку под видео и в конце видео там будет ссылки на всю мою альтернативу кроме теплового насоса вот, тепловой насос это из всей моей альтернативы это единственная полноценная альтернатива ну в полном смысле слова альтернатива потому что солнечные панели, ветряк или коллектор солнечный они понятное дело работают только когда там есть солнце или ветер поэтому в качестве отопления на них надеяться лучше не надо не натопите а тепловой насос ему это абсолютно не нужно он качает тепло из земли в земле всегда стабильная температура ему главное чтобы была сеть как это работает принцип действия теплового насоса кто первый раз зашел на мой канал смотрите у меня плейлист я сейчас это все рассказывать не буду потому что газ вот сейчас почему я вообще поднимаю опять же этот вопрос газ он вообще стал в Украине сейчас не перспективен вообще вот сейчас вы видите как подорожал газ вообще на мировом рынке то же самое будет в Украине просто там какой-то меморандум соглашение сделали типа не поднимать цены на газ и на свет до конца отопительного сезона но все мы понимаем что это временно и что на следующий год а может быть дальше еще и на этот цены на газ и на свет станут рыночными и мы все равно будем за это платить поэтому лучше отказаться от него сейчас пока еще мы не платим такие заоблачные суммы потому что платить там вот как сейчас там цены что-то за 20 уже 24 куб газа на мировой бирже там или где там ну это вообще нереально и я же говорю даже не перспективно кто себе думает там какое-то отопление делать то газ это вообще наверное сейчас не стоит рассматривать в принципе даже вот тепловые насосы ну кто-то мне будет говорить что они очень дорогие ну да заводские дорогие те которые там европейского производства там японские да они дорогие ну так не берите там эти Ниба, Данфос зачем вам такие дорогие берите украинского производства есть в Украине уже сейчас делают тепловые насосы в Киеве в Одессе делают в Одессе вообще там есть дешевые тепловые насосы ну такое кустарное производство но они вид у него тоже такой да ну не очень там не супер-пупер не такой как у этот Ниб или Данфос но вам что надо чтобы он красивый был или чтобы он грел просто правильно вам надо чтобы он просто грел поэтому если у вас нет денег делайте сами или покупайте кустарного производства украинского вот он довольно неплохо работает он будет так как у меня работает там кондиционерный компрессор и выходит там очень хорошо по цене если у вас есть деньги купите дорогой заводской там европейского качества все такое и тоже вам будет в принципе ну он будет немного эффективность там больше потому что спиральный компрессор ну сейчас я тоже в это углубляться не хочу смотрите плейлисты там у меня есть в плейлисте все про тепловой насос там все об этих тепловых насосах но каждый я считаю что каждый человек имеет право дешево отапливаться каждый человек вот имеет право поэтому делайте сами хотите самый дешевле делайте сами тепловые насосы это просто это возможно у меня есть серия видео целая очень подробно там я рассказываю как сделать тепловой насос самому он у меня очень простой в самом простейшем варианте который можно даже уявить себе представить это у меня самый такой простейший вариант а тем не менее оно работает оно греет и вполне вполне удовлетворительно вот дальше я же говорю а тоже столкнулся опять же опять же вот на днях столкнулся с людьми разговаривал я говорю вот газ газ проблема все чем топить вот я говорю тепловой насос а что это такое представляете люди не знают что такое тепло вот я сталкиваюсь говорю с людьми это один из десяти кому я говорю про него что такое ну что есть такая штука он что-то слышал об этом один из десяти один примерно из пяти десяти а может быть и больше знает что это такое и как оно работает представьте себе какая неосведомленность вот у нас вот в моей во всяком случае местности то есть людей как бы подсадили на этот газ на электроотопление вот все что они знают вот этот газ дрова электроотопление больше ничего типа нельзя отапливаться в Европе в Японии в Америке каждый смотря какая там страна каждый пятый восьмой десятый дом отапливается тепловыми насосами ну у нас это вообще такая редкость 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 у меня вот насколько я знаю в моем селе пять тысяч населения у двоих тепловой насос это у меня и еще там у одного олигарха очень богатого человека и все и все больше их нет вот я же говорю подсадили да я сам отапливался раньше дровами я думал что это самое дешевое отопление что это реально уже дешевле не бывает вот ну да оно в принципе по деньгах недорого но какая-то морока это я вам не могу в принципе если вы отапливаетесь дровами то знаете это ужасная морока это постоянно этими дровами занимается летом заготовка зимой ты их носишь топишь так вот тепловой насос тепловой насос я вам говорю с полной ответственностью из своего опыта он отопление тепловым насосом это даже дешевле чем отопление дровами у меня есть видео в плейлисте все про тепловой насос сколько мне обошлось отопление за прошлый отопительный сезон это 20-21 там я это все показываю пишу на маркерной доске все-все-все рассчитываю там вы увидите посмотрите вы удивитесь сколько обошлось мне это плей это вообще копейки копейки поэтому я еще раз и буду делать постоянно такие видео такого плана чтобы людей информировать об этом об этом должны об этой технологии знать все а выбор уже делать каждый будет сам выгодно ему это не выгодно вот кто хочет тот ставит кто хочет делает тепловой насос у кого нет денег там сделает сам или купит украинского производства кустарный там такой но он все работает там дешевый он все тоже будет раб у кого есть деньги но об этом должны знать каждый все каждый должен знать об этой технологии и иметь как бы выбор чем он будет отапливаться они вот так вот привыкли да дрова что там еще свет ну и все больше ничего нет так что я вообще считаю мое мнение что тепловые насосы в разных их проявлениях модификациях это отопление будущего это к этому всему движется но ну что ископаемый тем же газом топить это ну вообще не перспективно вообще это загрязнение экологии это дорого и это будет в Украине вообще нереально нереально дорого вот ну сами знаете какие причины у нас что так у нас сложилось с газом кто с Украины тот знает вот ну вот и все что я хотел сказать смотрите мои видео там все инструкции уроки как хотите таки называйте серии видео есть целая серия как сделать тепловой насос там самое дешевое отопление называется там 9 частей по-моему я уже даже не помню и еще куча других вспомогательных видео вот я же говорю это не сложно это реально для каждого человека если не получаете купите не получается не хотите купите его кустарного производства украинский вот там Одесса например или Киев он тоже недорогой будет и он очень эффективно греть а если вы еще поставите двухтарифный счетчик теплоаккумулятор и на теплые полы это вообще это там эффективность будет зашкаливать это можно сказать даже отопление на шару почти там вообще копейки будут выходить вот ну вот как-то так оно получается все кому не понятно пишите в комментариях это было видео как бы для новичков так сказать буду стараться продвигать эту технологию в массы ну что сейчас в Украине это очень очень актуально это самый такой наболевший вопрос отопления чем топиться все дорожает все всем пока до следующих видео до следующих Продолжение следует...